МРТ и КТ срочно. Томография на весенний 10 в Серпухове с 8.00 и до 19.00 ежедневно. Мы проводим все виды исследований для взрослых и детей с 8 лет. Современные аппараты позволяют дать заключение в самых сложных случаях без перепроверки в течение нескольких часов. Наша репутация бесспорна. Нас рекомендуют врачи. В клинике ежемесячно действуют новые скидки. Узнать о них можно в печатных изданиях «Московский комсомолец в Серпухове» и «Общественная газета Серпухов», а также по телефону 8 800 101 8031. Томография на весенний 10 – это только качественная диагностика. Здравствуйте, мы в студии программы «Новости». С вами Ирина Зайцева. Сегодня в выпуске. Глава Сергея Никитенко навестил пострадавших и провел оперативный штаб. Напомним, в пятницу в многоэтажке на Чернышевского прогремел взрыв бытового газа и начался пожар. Неправильно припаркованные машины мешают уборке. Нарушителей наказывают. Семейный вечер прошел в Пущино. Взрослые дети приняли участие в викторине, играх, конкурсах. Глава Сергея Никитенко в субботу утром провел оперативный штаб у дома на Чернышевского, где в пятницу из-за взрыва бытового газа произошел сильный пожар. Оперативные службы сейчас проводят работы по ликвидации последствий ЧП. Оказать состороннюю помощь пострадавшим – задача номер один. Вот так сейчас выглядит четвертый подъезд 33-го дома по улице Чернышевского. Обугленные стены, выбитые взрывной волной сгоревшие двери, окна в осколках стекла. А вот это та самая квартира на четвертом этаже, где и произошел хлопок газа. Помещения завалены досками, мебелью, рамами от дверей и окон. А это уже квартира на пятом этаже. На полу, стенах, потолке и мебели – везде следы от огня и дыма. Помещения сейчас непригодны для проживания. Я была дома, стояла как раз около входной двери. И когда произошел взрыв, я побежала в зал. Я подела телефон в полицину, который в тот момент должен был подниматься домой. Я кричала в трубку, чтобы он не смел заходить в подъезд. Звонила маме, сказала, что мы горим. Мы кричали соседке, которая снизу. Она кричала очень громко. Я стала спрашивать, у вас все хорошо? Она говорит, да, я держусь, помогите мне. Мы кричали людям, которые шли мимо. Пожарные вовремя эвакуировали женщину. Спасли ее питомца. Фотографии и видео, как пожарные проводят реанимацию собаки, разлетелось по всем соцсетям Серпухова. Хозяйка Оксана Мишина подтверждает, сейчас с ее четвероногим другом все хорошо. Но остается осмыслить главное – что теперь делать и как жить. Мы будем смотреть, возможно, дом подойдет, как ремонт. Потому что с критерами, мы не знаем сейчас. Нужно подъезд пока временно, на отселение, для того, чтобы сделать ремонт. Я сейчас не готов вам сказать, это ближайший день-два будет понятно. Мы вас не оставим, не переживайте. Список квартир, где необходимо провести ремонт, подготовлен. Все двери в подъезде заменят на новые. От огня и дыма часть квартир спасли как раз металлические двери. Пока квартиры остаются открытыми, здесь дежурят сотрудники полиции. Работает оперативный штаб по ликвидации последствий. На месте и представители управляющей компании, городские службы и строительная лаборатория. Последнее, чтобы выяснить, уцелели ли несущие конструкции здания. По электрике. Тепло дали, воду дали. Горячую тоже. Контур закрыт. Сейчас электрик до третьего этажа. У нас там делать четвертый этаж, вообще щит выделил напрочь. Время, кто спланировали, чтобы в холодильнике там все по минимуму запиталось. Но когда мы это сделаем? Стараемся сегодня сделать. А что нужно? Ничего не надо. Пока справляемся. Собственница квартиры на четвертом этаже, где и произошел хлопок газа, сейчас в тяжелом состоянии. Находится в больнице Подольска. В Серпуховской больнице жительница со второго этажа. Ветеран Великой Отечественной войны. Чувствует себя хорошо. В субботу ее навестил Сергей Никитенко и благочиной Серпуховского церковного округа Иерей Дианисий Коськин. Я открыла дверь и смотрю, уже бегут эти ребята, все вот эти в формах, вот, и ко мне, значит, а я смотрю, они говорят, бабуля, давай, бабуля, выходи. Он меня посадил в машину, я так в этой машине сидела и смотрела на этой воде. Я не плакала, я никакая была. Я договорилась с красным текстильщиком в больнице, вас оттуда привезут. Там будет какая-то палата есть, в которой вот какие-то вот такие вот люди. Ну, может быть, такие вот одиногие, как я. Куда мне деваться так? Лидия Анатольевна, вы не будете возражать, если мы вам ремонт сделаем в квартире? Возражать не будете? А где же я буду находиться? Ну, это мы решим, это мы решим, вы не переживайте. Квартира ее пока сырая. Промокли стены, полы, все вещи и мебель. Через некоторое время все будет восстановлено. Сергей Никитенко подчеркнул, что для нас нет чужих проблем. В помощи участвует не только муниципалитет, но и депутатский корпус, общероссийская организация Здоровое Отечество, Федерация бокса России. Глава городского округа Серпухов навестил участников Великой Отечественной войны, поздравил с прошедшим праздником и пообщался, какая помощь нужна в настоящий момент. С Николаем Козловым говорили о переменах в округе, о СВО, о встречах с бойцами, мерах поддержки со стороны муниципалитета. Сантовик попал на войну в 16 лет, прошел от Москвы до Кёнигсберга. Четырежды был ранен, награжден Орденом Красного Знамени и Орденами Славы, Третьей и Второй Степени медалью за отвагу. Сергей Никитенко пожелал Николаю Ивановичу и его семье крепкого здоровья и благополучия. Николай Вичинин воевал в Великую Отечественную в составе 131-го гвардейского стрелкового полка 45-й гвардейской стрелковой дивизии. В свои 97 лет он активен и полон жизни. Николай Иванович расспросил главу Серпухова о ребятах, участвующих в СВО. Выразил надежду на скорейшее наступление мира. Сергей Никитенко разделил с ветераном его чаяния и пожелал всегда оставаться в такой же хорошей физической форме. В Серпухове продолжают выявлять неправильно припаркованные машины. На этот раз в зоне внимания сотрудников дорожного отдела администрации округа оказались грузовые машины. Требование дорожного знака 320. Становка, стоянка запрещена. А где? А вот, видите, посмотрите. Там на перекраске? Вот прямо здесь. Прямо за вашей фурой знак висит. В промзоне на улице Базовой машин в этот день было немало. Запрещающий парковку знак водители не увидели. Один из них, Валерий Нагаров, приехал из Томска. Я привез сюда крошку. Этот раз я вон там ночевал, на углу, на перекрестке. Сейчас вот заехал, выгрузил все. Сюда встал, жду заявку. Мне на погрузку надо будет ехать или в Чехов. Дано он им грузится. Знак-то я и, собственно, не видел. За парковку в неположенном месте водители Сибири оплатят штраф. Проблему должно решать предприятие, на которое приезжают водители. Обустраивать парковочные зоны на своей территории или вблизи. Если была бы где-то стоянка, я бы встал на стоянку. Вы там не могли бы стоять у них? Да. Выгрузились? Да, там они выгоняют. Водителю напомнили, что для больших грузов на трассе М-2 имеются специальные парковки. Ближайшая на 94-м километре. Бесплатная. Здесь есть все условия для отдыха дальнобойщиков. Валерий Борисович заверил, что теперь будет пользоваться этой парковкой. Следующий приезд в Серпухов. Ведь впереди у него долгая и утомительная дорога домой. Призываем водителей всех видов транспорта соблюдать правила безопасности дорожного движения и реагировать на требования всех запрещающих знаков. Сотрудники дорожного отдела администрации округа совместно с госавтоинспекцией в ходе регулярно проводимых рейдов на улицах муниципалитета выявляют машины, припаркованные в неположенных местах. Они усложняют продолжающийся процесс уборки и вывоза снега с территории округа. Весенний-летний период проверки и рейды водителей грузового транспорта в Подмосковье будут усилены. В первый день весны в Центре культурного развития «Вертикаль» в Пущино прошел семейный вечер. Взрослые дети приняли участие в викторине, играх, конкурсах, песнях и танцах. А сам праздник организовал танцевальный коллектив «Ювента». В Пущинском Центре культурного развития «Вертикаль» начался марафон «Наша дружная семья». Он направлен на сохранение семейных ценностей. Сегодня первое семейное мероприятие, и мы пригласили на него родителей коллектива «Ювента». Почему это родители коллектива «Ювенты»? Родители «Ювенты» увлечения своих детей превратили в семейное увлечение. Благодаря активности руководителя студии Юлии Викторовны Лоренц, они вместе много путешествуют, участвуют в разнообразных конкурсах. Вместе делают полноценные театрализованные танцевальные программы. Участники танцевального коллектива «Ювенты» – как одна большая дружная семья. Родители вместе с детьми путешествуют, участвуют в конкурсах и соревнованиях, организовывают мероприятия. Проведенное время со своим ребенком – это бесценно. И организаторы делают все для того, чтобы мы проводили вместе время с детьми. В одном из своих посланий Федеральному собранию Российской Федерации президент Владимир Путин заявил о важности сохранения традиционных ценностей. 2024 год объявлен Годом семьи в России. В связи с этим нам захотелось максимально привлечь жителей города к проведению совместного семейного досуга. Ведь проводить время с семьей – это инвестиция. Инвестиция в счастье. И мы решили запустить следующий марафон, который называется «Наша дружная семья». Ежемесячно 1 числа мы будем объявлять определенную тему, где семьи должны будут участвовать совместно. Теперь каждый месяц 1 числа на социальной странице учреждения культуры ВКонтакте будет публиковаться задание, которое необходимо выполнить всей семьей. А в декабре, в преддверии Нового года, самые активные семьи будут приглашены в Центр культурного развития «Вертикаль» на праздничное мероприятие, где их будет ждать много сюрпризов. Одна книга тысячу людей учит. Заключительный день православной выставки форума прошел в 16-й школе. На встречу с учениками приехали театральный художник, педагог Ольга Малягина и лауреаты Патриаршей премии писатель Виктор Николаев и драматург Владимир Малягин. Имена обоих писателей известны широкому кругу читателей. В нашей стране их книги издаются более 20 лет, и каждая из них прошла серьезную цензуру. Лауреаты Патриаршей премии пишут о вечных ценностях, непреложной истине и пути человека к Богу, которые прошли сами, такой разный и такой схожий одновременно. Мы к Богу приходим, к сожалению, чаще всего через какие-то переживания, через боль. Я к Богу пришел после того, когда получил тяжелое ранение в Афганистане, и врачи в госпитале Бурденко, моей супруге, сказали, что ваш муж после ранения долго не проживет, максимум два месяца. Но операцию мы делать будем, это наш долг, еще нужно ваше согласие. И пока она шла вот эта операция в 8 часов, она в 8 часов читала молитву «Живые в помощи». Вот так называется моя книга. «Живые в помощи» или «Записки афганца» документальная повесть Виктора Николаева переиздается уже 30-й раз тиражом в полтора миллиона. Книга посвящена супруге автора, как пример верности и веры. После нее были написаны еще три истории о дружбе и предательстве, о мужестве, верности и стойкости, о смелости, подвиге и трусости, жизни и смерти. Все они реальны и взяты из жизни. Я вообще убежден, что наш народ в целом, это еще почему такая зависть к России со всех сторон. Вы знаете, столько талантов нет нигде. Это вот такая вот удивительная страна, где практически, ну если не каждый человек, но через одного точно талант, в том числе и литературный. Второй гость – Владимир Малягин, драматург, прозаик, сценарист, издатель и преподаватель литературного института. На встрече с восьмиклассниками он рассказал о работе издательского совета, молодых авторах и новых детских изданиях и о важности попробовать себя в писательской стезе. Издательский совет ведет очень большую работу, в том числе именно просветительскую, именно литературную и в том числе и с детьми. Потому что вот я член жюри конкурса «Лето Господне» ежегодного. Я и детям сейчас об этом говорил и призывал их участвовать. В школу Владимир Малягин приехал с супругой Ольгой. Она – педагог и театральный художник для младших классов, провела творческий мастер-класс. А теперь смотрите, какая интересная вещь, что мы делаем. Мы с вами берем желтый цвет, можем его смешать. Вот я беру, смотрите, и я сейчас всем нашим цветам, я ритмы дам. В 16-й школе ведется работа по духовно-нравственному воспитанию учеников с 2006 года. Учебное учреждение является региональной площадкой по духовно-просветительскому развитию. Мы готовимся к 14 марта, где будет отмечаться День православной книги. Для меня, как для гражданина нашей Родины, России, это очень большая честь принимать в этом участие, потому что это наша история, это наши корни, это наши традиции. После встречи школьники вместе со студентами колледжа Серпухова посмотрели фильм вдвоем на льдине и обсудили его. Продать квартиру или купить дачу, снять жилье в аренду и при этом значительно сэкономить свое время и деньги теперь стало еще проще. В Серпухове открылся офис крупнейшего в России агентства «Этажи». Какие услуги компания оказывает своим клиентам и почему является номером один на рынке недвижимости, а в сюжете моей коллеги Анастасии Панферовой. Безопасная покупка, продажа, аренда. Все реально с агентством недвижимости «Этажи». Волнующий момент – торжественное открытие офиса. Бурные аплодисменты! Действительно, город Серпухов, мы приехали, познакомились с этим городом еще в начале января, ну и приняли решение, что действительно здесь есть возможности, огромные возможности, огромный потенциал. Очень много загородной недвижимости и есть большие возможности, в том числе мы занимаемся продажей участков и, соответственно, у нас есть застройщики, которые могут построиться на тех участках, которые мы продаем. Полный спектр услуг в одном месте. Покупка, продажа или аренда разных типов недвижимости, загородной коммерческой, консультация риэлтора, юриста и ипотечного брокера прямо в офисе. Все для экономии времени клиента. Большой спектр услуг, в том числе мы работаем с помощью электронных сервисов. В нашей компании можно будет, придя сюда в офис, провести сделки через электронную регистрацию, то есть не нужно будет ходить специально в банк. Можно прямо здесь разместиться в нашем комфортном офисе и сделать полностью весь спектр сделки. Гарантия безопасности от мошенников – главная креда компании. Агентство недвижимости обеспечивает полное юридическое сопровождение, проводит налоговые консультации. Чем мы отличаемся от наших коллег, партнеров? Мне кажется, очень много таких моментов. Первое – это, конечно же, прозрачное ценообразование. Мы максимально прозрачны перед нашими клиентами, гражданами, то есть у нас одна ценовая политика. Только наша компания на сегодняшний день дает гарантию безопасности сделки средствами компании и максимальная прозрачность во всех процессах. Наша компания отвечает за сделку своими средствами, соответственно, каждому клиенту выдаем сертификат. Он электронный, в личном кабинете у каждого клиента. В случае каких-либо рисков компания выплачивает данные средства. Компания «Этажи» на рынке недвижимости уже почти 25 лет. Более 100 офисов в России и за рубежом. В Арабских Эмиратах, Таиланде, Турции, Казахстане, Северном Кипре, Болгарии, Бразилии, Белоруссии, Азербайджане. В агентстве «Этажи» помогут подобрать и приобрести недвижимость в любой точке мира. Наша компания считается, наверное, номер один как онлайн-компания среди агентств недвижимости, потому что у нас самый лучший, самый продвинутый сайт, на котором наши клиенты могут рекламировать свои объекты. Элементарно там наш клиент может подать заявку онлайн с телефона, ну, и это будет заявка рассмотрена в течение 10 минут, если не быстрее. В компании работают высококвалифицированные специалисты. Сотрудники агентства «Этажи» следят за новинками и современными тенденциями, проходят обучение. Марина Михайлова по профессии бухгалтер, по зову сердца агент по недвижимости, решила, в ее жизни должны наступить большие перемены, конечно, к лучшему. С этой целью и пришла работать в «Этажи». Очень интересно здесь, здесь дается бесплатное обучение, хороший коллектив, дружная атмосфера, также клиенты. У нас мы обрастаем связями, мы собираем новую команду, то есть у нас полностью корпоративная культура присутствует, адаптация сотрудников. Коллектив формируется на стадии, это очень интересно. На сегодняшний день команда у нас формируется, команда у нас новая, действительно, те, кто у нас сейчас пришел на начальном этапе, большие молодцы, очень сильные у нас сотрудники. Мы продолжаем в том числе формировать команду. В честь открытия сотрудникам подготовили небольшие приятные подарки. Одно из важных моментов, в нашем городе, здесь уже в Серпухове, молодая команда, очень сильный директор, поэтому я хочу пожелать им больших успехов, процветания и стать лучшим агентством недвижимости в городе Серпухове. Стать частью команды этажей, продать или приобрести недвижимость, в том числе за границей, просто. Достаточно позвонить по номеру телефона, который сейчас вы видите на экране, либо прийти по адресу улица Первомосковская, дом 29. Режим работы с понедельника по пятницу с 9 часов утра до 8 часов вечера и в субботу и воскресенье с 10 до 18 часов. Встали на лыжи на базе спортивного комплекса «Красные крылья» прошел ежегодно 11-й детский праздник на призы мастера спорта международного класса Марины Фирсовой. На трассу вышли более 500 юных участников, двое из которых выполнили первый взрослый разряд. Отличные результаты показали лыжники Зубренко на дистанции 5 километров в своей возрастной категории. Первым на финиш пришел Никита Фирсов. На дистанции 3 километра второй стала Мария Аксенова. На трассе в 1 километр шестое почетное место занял Николай Демин. Самые юные спортсмены в подарок получили мягкие игрушки. Детский праздник завершился флешмобом. Весна вступает в свои права. Это значит, пора обновлять гардероб и начать стоить с модных сапожек или ботинок. Мы расскажем, где найти множество фабричных моделей по доступным ценам. Ярмарка «Белорусская обувь» снова в Серпухове. И работать она будет до 9 марта в торгово-развлекательном центре. Корстон. Весенняя обувь должна выдерживать перепады температур, повышенную влажность и другие особенности погоды. Белорусская обувь отвечает всем этим требованиям. Она не только стильная, но и практичная. Серпуховичи уже успели оценить качество белорусской продукции и вновь возвращаются сюда, чтобы порадовать себя новинками. Мы с супругой решили сделать ей подарок 8 марта. Зашли в Корстон, идем и случайно увидели знакомую рекламу – белорусскую обувь. Белорусская обувь нам очень нравится. Мы уже пользовались ей. Она очень износостойкая. Потом зашли, и я с удовольствием сделал жене подарок. Стильные сапоги, практичные полусапожки, удобные ботинки и элегантные туфли. На выставке представлено более тысячи мужских и женских моделей, и каждая выполнена из качественных натуральных материалов, а также имеет широкий размерный ряд. Женская обувь с 35 по 44 размер, а мужская с 40 до 49. Белорусская обувь славится своим качеством и тем, что подходит для проблемных ног. Такая модель представлена для вас. Она имеет широкое гранище, регулировочка на полноту нашей ноги, легко одевается, можно обуть на широкую стопу, деформированной стопой с выпирающими косточками. Подошва антигололед, изготовлена из натурального каучука на литиевой основе, имеет тройную степень сцепления по скользящей поверхности. Анатомический след и удобная посадка помогают разгрузить нагрузку наших суставов. Натуральная подкладка на клецевой основе сохраняет тепло наших ножек в любую весеннюю погоду. Консультанты выставки помогут подобрать обувь, как говорится, на любой вкус и цвет, учитывая индивидуальные особенности каждого покупателя. Найдутся и интересные мужские модели, которые выглядят элегантно и при этом практичны в носке. За счет анатомической колодки нагрузка распределяется равномерно, не сковывая движений. В сезон таяния снега мужчинам необходимы демисезонные ботинки. В нашем широком ассортименте обувь на любые проблемные ножки. То есть у кого-то это широкая стопа, у кого-то деформации ноги. Данная модель предусмотрена на полную ногу. Подошва обладает широким протектором, то есть она очень устойчивая. Подошва анти-лед. Также она прошита и качественно проклеена. То есть я думаю, мужчины будут довольны. Ярмарка «Белорусская обувь» в Серпухове проходит по адресу Борисовское шоссе, дом 1, на первом этаже торгово-развлекательного центра «Корстан» до 9 марта с 10 утра до 7 вечера. А на сегодня это все. Далее прогноз погоды. Отслеживайте новости на сайте телекомпании, на сайте администрации и в социальных сетях. Всего доброго! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон! Субтитры подогнал «Симон»!